Всех приветствую! С вами канал Азбук Радиосхем. И сегодня второе видео, так сказать, продолжение предыдущего, в котором я уже затронул тему внутреннее сопротивление аккумулятора. Вот оно, ссылка будет ниже под видео, я рекомендую посмотреть его. В том видео я обещал, что расскажу о более простом способе, более простом смысле, в том, что будем использовать меньше приборов измерительных для того, чтобы узнать внутреннее сопротивление. Тогда для этих целей нам понадобилось два мультиметра. Один был включен в режиме амперметра, другой в режиме вольтметра. Сегодня мы обойдемся всего лишь одним мультиметром. Итак, давайте посмотрим, из чего же состоит схематически обзображенный наш аккумулятор. И вот как можно представить внутреннюю схему аккумулятора. Это сам источник ГДС, вот он. И к нему подключено два сопротивления. Одно параллельно, одно последовательно. Какое за что отвечает? Параллельное сопротивление РП, это то, которое разряжает наш аккумулятор. Так сказать, внутренние химические процессы, из-за которых наш аккумулятор теряет заряд. И в данном видео мы его касаться не будем. Нас интересует вот это последовательное сопротивление РС, которое и отвечает за внутреннее сопротивление аккумулятора. Понятно, что никакими приборами мы до него долезть не сможем. И замерить его реально, коснувшись щупами на концах этого резистора, также не сможем. Это то внутреннее сопротивление, которое препятствует движению заряженных частиц ионов внутри нашего аккумулятора. И поэтому замерять мы его будем косвенно. Я расскажу как. Для этого нам нужно собрать будет очень простую схему. Сегодня схема будет теоретическая, но как я и обещал, в следующем видео мы сделаем все на практике. И вы увидите, что никаких сложностей это не представляет, замерить внутреннее сопротивление любой батарейки, аккумулятора или другого источника тока. А я рекомендую для тех, кто еще не подписан, обязательно подписаться на мой канал и поставить колокольчик. Итак, вот вчерашняя схема. Как вы помните, было два измерительных прибора. Это был амперметр и вольтметр. И также для наших измерений нам нужно было еще одно реальное сопротивление. Я взял его для примера на 300 Ом. Ну и переключатель. Сейчас я немного изменю схему. Как я и говорил, что нам второй уже прибор не понадобится. И поэтому давайте его уберем. И схема сразу же упростилась. А вместо прибора я написал формулу. Это легендарный закон Ома и равно У деленное на Р. Ток равен напряжение деленное на сопротивление. Этой формулы нам как раз будет достаточно для того, чтобы сделать все наши измерения и расчеты. А теперь самое малость теории. Вот такую схему мы собрали. Внутри в нас спрятан источник ЭДС. Внутреннее сопротивление последовательно. И мы подключили внешнее. И наша формула закон Ома немножко усложняется. В знаменателе у нас добавляется еще одно сопротивление. Они суммируются. И вот формула, чему равно внутреннее сопротивление. Но для этого нам нужно знать ток. У нас сейчас не будет амперметра. Мы пойдем другим путем. Ток можно рассчитать, если мы будем знать падение напряжения на внешнем резисторе, а также номинал этого резистора. Также нам нужно знать ЭДС нашего источника питания. Это вот это О. Как его замерить? А довольно просто. Для этого я и поставил вот здесь выключатель. Когда выключатель разомкнут, и мы вольтметром будем мерить здесь напряжение, это как раз и будет ЭДС нашего источника тока. Потом замыкаем выключатель и меряем еще раз напряжение на нашем резисторе. Это уже будет падение напряжения на резисторе. Зная его номинал 300 Ом, мы по вот этой формуле рассчитаем ток. А так как цепь у нас последовательная, то ток в любом участке этой цепи будет одинаков. Итак, давайте приступим. Я размыкаю наш выключатель. Включаем симуляцию. И вот вольтметр показывает 4 вольта. Это ЭДС нашего аккумулятора. ЭДС электродвижущая сила. Замыкаем наш выключатель. И опять меряем напряжение. И падение напряжения на нашем резисторе равно 3 вольтам. Куда-то потерялся 1 вольт. Он никуда не потерялся. Как раз это и есть падение напряжения на нашем внутреннем резисторе. На нашем вот этом внутреннем спрятанном здесь резисторе получилось падение равное 1 вольту. Итак, теперь зная, что у нас падение напряжения на резисторе 3 вольта, а резистор 300 Ом, подставляем это все в формулу 3 разделить на 300 получается 10 мА ток в цепи 10 мА вот нам уже и не понадобился наш амперметр теперь зная ток так как ток во всех участках цепи одинаков и зная падение напряжения на внутреннем резисторе мы можем очень легко по этой формуле рассчитать внутреннее сопротивление нашего аккумулятора также это все можно сделать подставив сюда вот эти значения вот это У это ЭДС ток мы косвенно рассчитали и Р мы замерили это 300 Ом а теперь давайте рассчитаем все это двумя способами по вот этой формуле и по вот этой формуле сначала начнем с вот этой помните мы уже разобрались что здесь падение на вот этом внешнем резисторе 3 вольта на внутреннем резисторе 1 вольт так как общая ЭДС нашей батареи 4 вольта теперь подставляем в эту формулу R равно U деленное на I U у нас 1 вольт и у нас 10 миллиампер и вот 1 делим на 0,01 получили 100 Ом это мы рассчитали по вот этой формуле первым методом второй метод мы знаем ЭДС это у нас 4 вольта 4 делим на I опять же это на 10 миллиампер и вычитаем на 10 миллиампер и вычитаем наше сопротивление вот это 300 Ом минус 300 получили опять 100 Ом у нас внутреннее сопротивление нашего аккумулятора по расчетам равно 100 Ом давайте посмотрим и вот я убрал наш аккумулятор и что там спрятано наш резистор на 100 Ом расчеты подтвердились и все это реально совпало конечно понятно что у такого аккумулятора должно быть внутреннее сопротивление намного меньше но я чтобы было проще понять взял вот эти значения а реальные условия мы посмотрим и замерим в одном из следующих видео и посмотрим какое сопротивление может быть у этих аккумуляторов надеюсь что это видео было полезно если видео понравилось поставьте лайк также поддержите канал как минимум поделитесь этим видео и всем пока